Я про свою, про свою. Так, все, тут есть контакт, все, есть контакт. Всем привет, мы продолжаем нашу ораторскую. Все, готовы, готовы? Все, есть контакт. Кстати, в начале выступления лучше всего делать, ну например, как делают обычные эти преподаватели в детском саду, не в детском саду, в школе где-то. Он заходит, а дети после физкультуры пришли, и он начинает, да, 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 да. Да, вот так вот. То есть проще всего это просто, это может занять пару минут, но ты просто, люди все чем-то своим занимаются, ты просто зависаешь, и вообще без типа вы там такие плохие, просто ты типа завис такой, стоишь и как бы ждешь. И сколько-то времени пройдет, но аудитория ловит, что что-то началось. Да, то есть это не надо, не надо это там специально привлекать внимание, лучше просто замолчать и подождать. Это как бы, ты как проще всего работать. Просто давайте, прошлый, последний раз, чем мы занимаемся, вообще последний раз, чем мы с вами занимаемся по-разному. Ну? Да, базовая подготовка, подготовка, что еще? Там были страхи, да? И что с ними делать? Мотивация, победить. Помните, да? Страхи. Что с ними делать? Как их убеждать. И было потом, после этого мы с вами обсуждали всю эту схему. Давай, ясайся. Вот, вот это, и это уже обсуждали, и сход будет 12-40. И вот это, помните, схемку мы с вами обсуждали? Откуда? Нет, сейчас. 7-40. А откуда берется наше состояние сейчас, помните, мы с вами обсудили? Откуда оно берется? На основании этого прошлого опыта и того, как ты его представляешь в будущем. Да, это точнее, ну это хорошо сказал, только теперь это точнее. И того, как на основании этого опыта, прогрессируешь в свое будущее. Да, точно, так точно. Ну теперь, да, ну то есть в прошлом, мы сказали, есть хорошие и плохие воспоминания, в будущем есть какие, желанные и нежеланные. В принципе, то, как ты, на какие ты смотришь из них, на какие ты выбираешь думать, про прошлое или про будущее, какие ты здесь выбираешь, так ты чувствуешь себя сейчас. Соответственно, в зависимости от этого, ты чувствуешь себя сейчас, в зависимости от этого, ты, соответственно, как-то там поступаешь хорошо или плохо. Это то, откуда берется наше состояние. Так что-то, что-то происходит. И то, что я сегодня хотел рассказать, то, что я сегодня хотел рассказать, это вот это. Мы с вами уже прошли что? Прошли подготовку, ну то есть, такой, всякие вводные вещи, как сбрасывать эти страхи, эту табличку можно, я уже выслал, по-моему, ее нет, я уже выслал в группу. В общем, ее можно просто использовать, открывать так, как сбрасывать стресс, мы с вами много там методополнительные, разные физические, разные физические, что там было от стресса, вспоминайте. Руки сжать, очень сильно. Пережать, вдыхание было, всякие гимнастики, да. 50 грамм. 50 грамм вопрос. Нет, тут есть мнение. Тут есть мнение, разные споры есть. Афтеритеты спорят на эту тему. Значит, теперь, после того, как мы уже по-хорошему больше вообще ничего уже не боимся, все вообще не страшно, все барьеры преодолены, мы все сделали. Нужно, собственно, ты будешь о чем-то выступать, как мы сказали, что процент какой от вербального, невербального и интонаций, люди воспринимают, сколько процентов этого важно, сколько процентов. Слова на сколько важно? 20-10 процентов. 10 процентов там было. Интонации? 30. 30 и осталось сколько? 60. 60. 60 процентов идет на невербальное. То, как люди воспринимают хорошо, плохо, нравится, не нравится, зависит больше от движения, чем от звуков. Но фундамент вот этого дома всего, который ты построишь, это контент. Его всего 10 процентов, но он принципиально тоже важен. То есть, он должен быть хоть какой-то. Если куска фундамента нету, то то, что над ним стоит, оно рухнет, и его впечатление не произойдет. Окей, теперь, собственно, что же строить? Ну, то есть, мы, в общем-то, сейчас, наверное, тоже обсуждаем. Это как раз из чего сконструируется... Может, я даже вот так, наверное, сделаю? Вот это, как раз, это было. Из чего вот этот вот фундамент, из чего он конструируется? Его как бы немного, но он должен как-то... Он должен из чего-то состоять. Теперь, из чего же он у нас будет состоять? Четыре составляющие есть в любом блоке информации. То есть, мы сейчас разбираем, из чего состоит вообще инфа, из чего она... Ну, то есть, я что-то рассказываю, что туда вот входит, что это. В принципе, любая информация, у нее есть четыре... Видите, мне как? У нее есть четыре составляющих. Давайте подумаем, что это должно быть в любой... Ну, то есть, в любой... Даже я не знаю, как это спросить, это слишком глобально. Буквы. В общем, вот так. Как ты работаешь? О, есть. Кто, что, как и последняя эта цель. Это говорит Веленский Гаон на Мишлей, на притче, то, что мы учим здесь по утрам, каждый утро в десять утра. В самом начале царь Шломо начинает Мишлей как. Я царь... Ну, то есть, он представляет, это самопрезентация там идет. Я царь Шломо, управлял там... То есть, я сын Давида. То есть, там идет кто, идет что. Это самое начало. Это Мишлей, это Мишлей, царь Шломо. То есть, это как бы что, что сейчас будет какая-то мудрость тут. Потом как, это форма, ну, в притче, это, ну, я не знаю, что... Это примеры. То есть, на пальцах на примерах я покажу, как работает мир. Это формат как. Ну, и плюс это письменный формат. И цель, какая у него цель? Цель, это что-то донести до аудитории, которая читает. Вот. Это как бы, это база, то есть, то, что нужно знать про любой блок. А что из этого самое важное? Из этих четырех? Цель. Я думаю, как. Цель, да, важно. То есть, давайте, кто? Кто это, понятно, вот ты там, я, ну, кто-то, кто выступает, да? Потом, что это, что это? Это... Собственно, то, что рассказывает. О чем мы здесь рассказываем? О чем? О чем? То есть, сейчас у меня что? Это что? Это ораторское мастерство. Это что? Это что? Нет, нет. Почему это? Да, тема, то есть, о чем рассказывает. Как это что? Сейчас, сейчас, я, звук идет. Может, это может быть аудиозапись, может быть форма книги, текст, видео, что еще может быть? Не знаю, лайф, не лайф, можно по телевизору. То есть, разные форматы, да, передачи информации. Это как? Может быть форма, там, не знаю, тренинга, форма книги, да? И последнее, это такой скрытый элемент, наверное, самый важный, это цель. То есть, зачем я все это делаю? Цель, понятно, самая важная, за ней все тянется. Но мне кажется, вот из этих, возможно, самое важное, это кто? Потому что, потому что, то есть, чтобы, как бы, там, Исхак, например, не рассказывал, да, но можно будет собрать дворец спорта на него, потому что это Исхак. То есть, как бы, здесь не так уже важно, там, что, там, как, типа. Ну, то есть, в перке вот написано, что доброе имя, оно сильнее всех, то есть, что тот, кто заработал в себе, что есть четыре короны, корона Торы, корона Коина, корона Тора, Коины, цари, а четвертая корона, которая над семьей, это корона доброго имени. То есть, это, короче, я не знаю, если, наверное, по-нашему, вот этот бренд, можно сказать, да, то есть, если у тебя есть, как бы, имя, которое, вот, вот, вот это, ну, вот это крутой чувак, то тогда, как бы, этот контент его покупают, даже, может быть, уже не особо рассматривают, что, как, типа, он же крутой. Понятно, да? То есть, кто, если я знаю, например, что приезжает, вот приедет, там, Раби Акиватас, да, например, там, это один из моих любимых, там, Равинов, он приезжает мне вообще по барабану, какую тему он будет рассказывать. Я пойду на него, потому что я знаю, что все, что он расскажет, это, это, это тема, да, это хорошая тема, не важно, кто, как и что конкретно. Четыре составляющие, кто, что, а, еще картинка есть, вот, вот, это, как это выглядит технически, да, а по содержанию это выглядит вот так вот, кто, кто рассказывает, что рассказывает, что-то там эти люди спушивают себе, как он рассказывает, формат, и цель, зачем он это рассказывает. Ну, цель выступлений, да, это мы разберемся. Так вот, теперь, к чему все это выступление идет, это цель, да? Понятно. Самое главное выступление, то есть, у меня же, я выступаю зачем? Для чего? Правильно? Для чего я выступаю? Чтобы научить нас. Да, еще варианты. Чтобы самому лучше что-то понять. Вот, то есть, вот, то есть, вот, то есть, вот, ну, как бы, первая цель выступления, она, все-таки, чтобы донести что-то тем, кому ты это рассказываешь. Правильно? Понятно, да? То есть, это... Так я же это говорил. Я ошибался. Ты говорил давно, просто, я уже забыл. В смысле, я только сказал, чтобы научить нас. Я не услышал. Спасибо. Чтобы научить нас. Прости. Значит, и Бенни сказал, чтобы научить вас. Все, Бенни правильно сказал. Значит, окей, это, в чем она разобрались. Дальше. Когда она достигается в этом выступлении во всем? Цель в любом процессе, когда она достигается? В самом конце. В процессе, ну, в принципе, в самом... То есть, как бы, мой дом построен, когда? Когда я, ну, то есть, крышу положил, ремонт сделал, там, потом уборку сделал, кровать поставил. То есть, в конце, вот, у меня теперь есть дом, в котором я могу жить. Но до этого идет процесс. Потом еще интерьер. То есть, теперь получается, что цель, да, интерьер, да, то есть, нужно много процентов. То есть, как цель, она всегда достигается, когда в самом конце. Это то, что тоже нам нужно сейчас знать. Есть такой принцип в творении, в принципе, в кабале, это очень много обсуждают, что это называется Соф Маасеби Макшават Хила. Перевод. Да, начинай, представляй, конечный цель. Да, это похоже, да. Это говорит Стивен Хович, что ты должен действовать в виде конечный результат. Это немножко похоже. То есть, это про то же самое, только в другом формате, что конец дела в мысли в начале. То есть, причина, это и есть цель. То есть, в смысле, я хочу, я хочу что? Хочу, чтобы мне было удобно пить. В итоге, цель у меня сделать стакан, в итоге я получаю что-то, что я могу удобно пить. То есть, причины и цели, это одно и то же. Ты почему-то начинаешь выступать, и эта цель в самом конце достигается. Всегда есть какая-то задумка такая, хочу, чтобы мир стал лучше. Ты начинаешь что-то делать, и в конце, если получается, это мир становится лучше. Понятно, это достигается в конце. Задумывается в начале, достигается в конце. То есть, что дает вообще цель в любом процессе выступления? Мотивацию. Да, человеку дает мотивацию, да, это точно. Фокус. Фокус. Еще вот, что дает. Дорогу. Да. То, что ты не спеш... Ну, то есть, я сейчас выхожу, начинаю рассказывать вообще просто разные слова, без связи, да, то есть, непонятно. То есть, должна быть какая-то цель. Путь. Связанность, цель. То есть, как бы, это такая красная яйца, которой все тянется, и это вообще можно слушать то, о чем ты рассказываешь. Потому что, если нет цели, ты вышел просто... Не, можно повеселить народ, как бы, и типа, истории рассказывать. Но если это без цели, они никак не связаны друг с другом, то, как бы, им будет весело вот на моменте, но, в принципе, как бы, непонятно, зачем это все. Да? То есть, должна быть какая-то цель, за которой все это движется, за чем это все тянется. Да, движение мотивации. Сказали, теперь то, что нужно делать, это задавать цель каждого выступления. Как теперь конкретно должна выглядеть? Что в самом конце выступления звучит? То есть, нам, чтобы понять структуру... Выводы, выводы. Нет, нет, нет. Чтобы понять структуру, нужно понять, вот чем я заканчиваю. И в зависимости от того, чем я заканчиваю, будет тянуться все, что я рассказываю до этого. То есть, понятно, да, если это цель, то все остальное нанизывается на то, что я говорю в самом конце, в принципе. По-хорошему оно так работает. Что в самом конце? Выводы. Нет, выводы это уже после конца, скажем так, если это ВВД. Вопросы? Нет. Когда ты все складываешь в одну конферку. Да. Но, еще раз, если у меня цель, это чтобы ты что-то узнал или сделал, то самое... Это цель мы сказали, правильно? Кульминация, я показываю. О, нет, кульминация, она увидит. Да, да, похоже. Еще конкретнее, давайте. Подведение итогов и повторение. Подведение итогов и повторение. Ну, смотри, моя цель сегодня, ребята, это подвести в вам итоги и повторить. Это же не моя цель, правильно? Ну, подвести итоги. Ну, твоя цель нам чисто сказано. Чтобы мы научились, чтобы мы... Вы говорите, если это информация. А, окей, если чистая информация. По-хорошему, по-хорошему. Можно, может быть, это тоже можно сказать. Но, в принципе, по-хорошему, это что намного понятнее. Если это так сказать, то самое кончается. Короче, вся цель всего выступления, это призыв действия. Ну, я почти так же. Ну, и практически все выступления, которые вы услышите, они кончаются. То есть, ну, то есть, если это идет про продажу продуктов, это как бы понятно. То есть, там, тра-та-та, наши машинки, они такие-то, сякие лучше, чем ваши. Купи, да? Потому что тебе будет очень хорошо, если ты ее купишь. Это понятно. Теперь, если я преподаю ораторское, то я тоже этим уже несколько раз заканчиваю. Используйте вот эти инструменты, которые мы изучили. От что? Чтобы справляться с барьерами, со страхами. И не будет страха. Должен быть вот этот призыв, то есть, итог, к которому все идет. И на него должно нанизываться все, что идет дальше. Короче, цель выступления, это призыв действий в самом концепсе. Понятно, да? То есть, у меня, ну, еще раз, цель, она тогда в чем получается? По-хорошему? Призыв действий. Ну, то есть, ну, а за этим, а за этим какая цель? Чтобы люди что-то сделали, чтобы люди что-то сделали, да? То есть, ну, то есть, я рассказал, это прекрасно. То есть, цель, она в том, чтобы что-то изменило. чтобы в мире что-то изменилось то есть либо чтобы им какую-то пользу принести либо чтобы это принесло пользу им тоже пользу мне если там что-то продаю или что-то я не знаю что я делаю заниматься вот то есть это весь вот у Исхака точно будет призыв действия в конце нет вот это то зачем все движется это почетный профессор миссия дважды очень почетный окей давайте значит мы с вами разберемся мы начали цель в чем в итоге во всем выступлении здравствуйте уважаемые студенты